ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Тебе совет, который поможет легальным путем прокачаться быстрее Давай перейдем к первому блоку навыков Общий, сила, ловкость и живучесть Все это ты можешь прокачать честно на ресталище вот у этого мужика Подходишь, говоришь, что тебе неплохо бы поднабраться опыта с деревянным оружием И он, конечно же, тебе не отказывает И ты тренируешь навыки боя и качаешь то, что я перечислял Процесс не так, чтобы быстро, но этот мужик прилично тебя поднатаскает И ты поймешь, как боевая система вообще работает При этом важно понимать, что необходимо не просто так махать палкой Будет тебе меч, щит или топор, неважно Исходя из своих целей, ты должен успешно выполнять удары Хочешь силу, бери топор и штурмуй сериями Хочешь ловкость, бери короткий меч и выполняй опять-таки успешную серию ударов Но есть одно маленькое условие Когда выносливость Индра ниже чем 50% Твоя серия из преимущественно сильных замахов качает силу быстрее Ну а если ты наносишь серию колющих ударов коротким мечом Или удачно машешь им, быстрее качается ловкость Кстати, якубович Тальнберги тебя тоже может поднатаскать Но если ты не приветствуешь такую долгую прокачку и пришел сюда зачем-то полегче То вот тебе один забавный баг, с помощью которого ты в любой момент игры сможешь прокачаться Кстати, способ с ресталищем самый быстрый из легальных и самый безопасный Ну так вот о чем это я, давай перейдем к багу уже Дуешь ты короче к мельнику такой, отсыпаешься и отъедаешься до максимума Затем идешь к кожевнику, который через дом каждый день страдает какой-то фигней Уж не знаю, что разработчики там говорили про график каждого неписи У меня кожевник за дня в день теребит одну и ту же заготовку Так вот прокрадываешься к нему и незаметно глушаешь Поднимаешь его тушку на свои пока что не прокачанные плечи И относишь в кустики, куда я показываю, чтобы свершить свои темные делишки Кладешь как удобно и нажимаешь на ЛКМ Бей что есть сил, наблюдая как навыки качаются Вот тебе и профит, помни что тебя не должны спалить другие неписи И не забей паренька до смерти Этот способ вроде бы и баг, а вроде бы и нет Но лично я такой способ не приветствую Давай-ка с тобой поговорим о красноречии У этого навыка, как и у некоторых остальных, есть плохая особенность Дело в том, что момент получения опыта за действие, которое его прокачивает Нельзя зациклить Но по крайней мере я такого диалога еще не встречал Который всегда был бы успешен в убеждении И при этом повторялся бы бесконечное количество раз Но я приготовил парочку советов Первый, элементарийный прост всегда со всеми говорит Так уж срослось, что разговор качает навык красноречия Чтобы этот же разговор облегчить Но надеюсь ты дружишь с логикой и сам все понял Второй совет, торг с торговцами Тут есть своя фишечка Давай поэтапно тебе все сразу объясню Собрался ты такой поторговать От изначальной цены ты отступаешь допустим на 5-10 пунктов То есть нажимаешь на кнопку вниз 5-10 раз Затем продавец предлагает себе свою цену Говоря о том, что ну если бы ты чуть-чуть сбавил, было бы супер И ты в ответ от предлагаемой им цены Отступаешь в свою сторону на 1-2 пункта И вуаля, продавец соглашается В итоге ты получаешь успешный торг и немного баблишка А самое главное, опыт Обрати внимание на то, что если ты будешь выглядеть как на шикарной картине в лучших домах Лондона и Парижу То есть обаятельный торг будет успешней По мере прокачки красноречия при сочетании обаятельности внешнего вида имеющегося опыта Ты сможешь ломить цену в свою сторону настолько, насколько это вообще возможно И естественно получать больше опыта Еще учти, что человеку, который на рынке дырявые сапоги толкает, больше верить никто не будет Это я к тому, что качество товара играет роль Давай объясню, продавая дорогие вещи или редкие вещи на большие суммы при условии торга Ты получишь больше опыта Далее у нас боевые навыки Тут вообще все проще простого Самый быстрый и безопасный способ Ресталище И конечно же ты помнишь вот этого мужика Возможность прокачаться у него появляется после того, как ты по сюжетной линии прошел буквально пару миссий после пролога Подходишь, выбираешь то, что тебе надо потренировать И действуешь на деревянных мечах Чтобы ремонтом потом не заниматься Стрельба из лука, кстати, вот тут вот рядышком доступны И ты конечно же понял, что нужно делать И кстати, на этом можно заработать немножко грошей Стоит заметить, что мастерство дальнего боя ты можешь покачать еще по-другому Например, пойти в лес и поохотиться на зайцев В лесу их дофига, и с них можно немного мяса подобрать И попутно качаются другие навыки, что очень полезно Если прокачать охоту, например, то ты станешь скрытнее не только для животных Помни, что в лесу есть мишени и покрупнее Кабаны и олини, например Первые требуют больше выстрелов, и они не такие шустрые, как остальная живность Так что у тебя есть туши за килл, которые ты получишь опыта в несколько раз больше, нежели зайца или оленя убьешь Плюс еще и ценное мясо, и шкура, и клыки, и все такое прочее И ты как бы понял, о чем речь заходит, да? Кстати, олени реально подвижные черти Попадание в них поднимет скилл не только твоего протеже, но и твой Чтобы ты и упреждение выбирать научился, и за вносливостью смотрел, когда тебе выгоднее будет выстрелить Схватываешь, ты должен заметить на лету, того и гляди, завтра на косулю пойдешь А с них добра поднять можно очень немало Ну давай дальше пойдем, есть у меня для тебя парочка багов Первый может прокачать бесконечность Блять, не бесконечности, не заметности, что я несу? Что тебе для этого нужно? Да ровным счетом ничего, просто укради любого человека Дуешь, например, к оживнику, оглушаешь его и воруешь Можешь в кусты отнести, можешь просто так положить Главное отойти от него и подожди около часа Он встанет, отряхнется и примет, стеребит свою заготовку Ну ты конечно же подойдешь еще раз и повторишь усыпляющие процедуры Делать это можно бесконечное количество раз, пока твоя бесконечность не прокачается Блять, какую бесконечность, незаметность, сука Главное не спались и после твоей успешной прокачки он заговорит с тобой, как будто ты его и не душил вовсе Да, звучит конечно жутковато, но тем не менее этот способ имеет место быть Так, ну что там дальше? Ага, карманные кражи, с ними все элементарно Просишь мельника обучить тебе, этот шалун приглашает тебя отойти за мельницу Стоит он там до тех пор, пока ты не поймешь, как же все-таки красть Поэтому непременно пользуйся моментом и качай навык повторными просьбами об обучении Так, а дальше у нас алхимия Этот навык позволит вам готовить очень много полезных вещей И слово очень я выделяю не просто так Дело в том, что выпив некоторые зелья, ты получишь нехилый баф, который на время облегчит тебе выполнение многих задач Но если ты свой клинок смажешь ядом, ты станешь супер бойцом, который косит троеклятых неписей просто как траву Кстати о траве, перед тем как качать навык алхимия, прокачай травничество И собирай преимущественно крапиву, потому что получишь плюсик живучести всегда и везде Даже если ты безграмотный, ты можешь открыть для себя любой рецепт Я это к тому, что ты можешь прокачать алхимию, непосредственно варив самое простое зелье Яд, даже если ты безграмотный Для этого насобирай чертополоха и вороньего глаза Можешь их просто купить, без разницы Залей в котелок масло и брось туда одну горсть чертополоха Затем две горсти вороньего глаза положи в тарелку Шесть раз подергай за канат и жижа вдруг вскипятится Ждешь ее остывания и добавляешь содержимое тарелки туда Затем просто выливаешь все это к себе в пузырек и вуаля, яд готов Так вот нехитро повторяешь много раз и качаешь навык Зачем тебе так много яда? Все просто, можешь нанести на свое оружие, преимущественно на стрелы И получишь максимум смертоносности Остальные навыки прокачиваются просто выполнением действий, которыми они названы И я не думаю, что у тебя возникнут какие-то вопросы Хотя, если они возникли, пиши в комменты и я непременно отвечу Есть у меня мыслишки о верховой езде, например Стоит еще рассказать, что твой протеже должен уметь читать Дуешь вот сюда, обращаешься к этому мужику с просьбой обучиться грамоте Обучаешься, он тебя нахваливает и далее ты скупаешь у него все книги, что есть и читаешь их Это нужно для того, чтобы в дальнейшем ты мог покупать книги по разным навыкам или рецептам И спокойно читать их Кстати, для прохождения это очень понадобится А еще умея читать, ты обретешь полезные умения Учти, что лучше читать специально отведенных для этого местах В библиотек тут конечно нет, но вот сев на скамью ты получишь бонус Обрати внимание, что не всякое место удобно Поэтому место, где ты с комфортом грил булки двенители подойдет как нельзя кстати Знал, что неписи могут тебя учить? Короче, система простая Продавец брони научит тебя ремонту брони Продавец луков научит тебя стрельбе и охоте Аптекарь варить и так дальше Ну ты как бы логику понял То есть непись, которая занимается алхимией, не научит тебя фехтованию А только алхимией К тому же ты за гроши покупаешь у них по одному уровню за градацию своего мастерства То есть ты можешь обучиться азам чего-либо, если ты не имел с этим дела Но купить следующий уровень обучения ты сможешь на пятом уровне навыка Понял? То есть ты не купишь обучение, где в скобочках написано 10 Пока не будешь девятого или десятого уровня этого навыка На этом я сегодня закончу Если у тебя есть вопросы, то пиши их в комменты А если хочешь подробный гайд по боевой системе Или о том, где топ броню достать А может еще баганных способов по заработку или прокачке То ставь лайк и они выйдут быстрее Ваша поддержка важна для меня, как для начинающего ютубера Всем приятной игры и до новых встреч Добра! Субтитры сделал DimaTorzok